В Приморье состоялся суперфинал конкурса инновационных технологических проектов «Приморский старт». Сильнейшие участники мероприятия презентовали свои работы, которые реализуются в самых разных отраслях. Конкурс мы проводим уже в четвертый раз. У нас три конкурса прошло, 30 проектов у нас одержали победу. 60 миллионов рублей получили гранты. И сегодня мы подводим итог четвертого конкурса. 112 проектов мы получили. По результатам отбора 74 проекта прошли во второй этап. И вчера мы уже рассматривали с вами 35 проектов. Сегодня у нас представят свои проекты 15 организаций, по результатам которых мы отберем 10, которые получат по 2 миллиона рублей. Средства гранта идут на создание прототипа продукта или услуги, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также разработку технической документации продукта или услуги. По словам Веры Щербина, одним из успешных проектов является разработка доступных инвалидных колясок. Отметим, правительство края продолжает помогать проектам и вне конкурса. Мы начинали его сопровождать, когда он стал победителем и получил 2 миллиона рублей. Мы понимаем, что 2 миллиона рублей – это ничто. Но на самом деле это вот как раз за завтра, за инициативу. И далее Андрей уже работал с нами, мы его сопровождали и получил еще один грант – 50 миллионов рублей. Вместе с нами он прошел путь по сертификации коляски. Это было сложно, поскольку мы ее здесь презентовали заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову. И вместе с ним прошли этот путь. Он получил все разрешительные документы. Сегодня они уже произвели 250 колясок. И сегодня уже нарабатываются контракты. Он участник у нас торопатриотический. Конкурс «Приморский старт» – не единственная возможность получить поддержку в реализации своих инициатив. В этом году на площадке центра «Мой бизнес» стартовала программа развития инновационного технологического предпринимательства. У нас была организована программа поддержки технологического предпринимательства, в рамках которой мы запустили проект по сопровождению каждого финалиста «Приморского старта». И в рамках деятельности центра «Мой бизнес» можно получить различные меры поддержки, услуги. В частности, это разработка бизнес-планирования, это разработка технической документации и многие другие меры, которые направлены именно на развитие технологического предпринимательства. Кроме того, до конца октября состоится новый конкурс «Приморский старт 2.0», чтобы помочь технологическим предпринимателям организовать серийное производство своего инновационного продукта. По итогам конкурса три лучших проекта получат грантовую поддержку в размере 10 миллионов рублей. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.